Так, ладно, начнем. Начнем про базы данных. Ну, с интересных фактов. Они интересные, и это хорошо. Самая большая реликционная база данных, о которой мне доводилось слышать, она была у ЯХА. Я посмотрел, пытался найти новость на эту тему, источник, первоисточник, выяснил, что он датируется далеким 2008-м годом. И с тех пор эта новость куда-то исчезла. Но, тем не менее, на просторах интернета она осталась. 2 фитабайта это действительно много. Из тех баз, с которыми мне доводилось связываться и щупать их, тыкать их палочкой, самая крупная это база данных OpenStreetMap. Это карта мира. Карта мира с точностью до домика. Архив с ней занимает 55 гигабайт. Я не знаю, сколько она сейчас занимает, если ее развернут. Когда архив занимал 7 гигов, она в развернутом виде занимала 300. База данных повсюду. Они лезут куда ни походя. Не всегда уместно. Из забавного файли к MCI, это по сути своей база данных, таблички. Причем изначально предполагалось, что их будут редактировать вручную. При этом, как показывает практика, в такой ситуации, что мы хотим что-то готовое, мы его возьмем и у нас будет часть, а этого не происходит. Всегда базу данных приходится проектировать сначала. И без баз данных никуда. SQL упоминается везде и всюду. Значит, на этом курсе мы познакомимся с тем, как осуществляется проектирование баз. Познакомимся с языком запросов SQL. Разбираемся с оптимизацией баз. Выясним, что нужно, чтобы оно нормально переживало нагрузку. И что делать с большими объемами. Как все это дело настраивать. И реляционные базы данных это далеко не все. Есть еще куча разных решений. О них тоже поговорим. Они объединены термином новой SQL. Зачем нужна СУБД? Значит, допустим, мы решили написать простое приложение, которое хранит в себе поваренную книгу. Пришел человек, занес туда рецепт пирога. А потом рецепт лапши. Все хорошо, все замечательно. Берем, пишем в файлики. Можно сделать один большой файлик, чтобы не мучиться. Загрузили, поменяли, сохранили в JSON. Все хорошо, прекрасно. Зачем мудрить? Оно работает, но не всегда. Проблемы начинаются в достаточно простых вещах, которые надо учитывать при разработке приложений. В частности, проблемы будут с тем, чтобы данное приложение адекватно переживало нештатные ситуации. Все пропадали в ситуацию, когда набивали, набирали, набирали текст, потом выключали электричество. Текст куда-то пропадал, по крайней мере частично. При работе с файловой системой это может иметь весьма забавные ситуации. Мы можем получить файл пустой. То есть мы вроде в нем все записали, но он оказался пустым. Мы можем получить файл, в котором половина старая, половина новая. Мы можем получить файл нужного размера, но в котором есть часть данных, потом идет мусор. Мы можем получить совершенно разные комбинации. И корректно писать данные так, чтобы в результате получать всегда корректные данные, независимо от того, в какой момент выключат электричество. Это на самом деле не самая тривиальная задача. То есть восстановление после сбоя. Производительность. Обязательно найдется тот, кто решит занести туда все рецепты мира. Дальше он упрется в оперативную память, упрется в слоп. И если мы хотим, чтобы приложение нормально работало под любой производительностью, надо будет работать с кэшами и прочими вещами, которыми, в общем-то, заниматься очень не хочется. Если кто-то запустит два приложения, ну, тут возможны разные варианты, что из этого получится. Но обеспечить корректную работу нескольких человек с одними и теми же данными, или даже нескольких экземпляров одного приложения, это, в общем-то, не так просто, как хотелось бы. И в случае, наверное, с поваренной книгой это не очень важно. Но проблема резервного копирования и обслуживания тоже может иметь место быть. Особенно, если мы хотим делать резервную копию в момент, когда приложение запущено. И без его остановки. Вот, чтобы всеми вот этими вопросами не заниматься, по крайней мере, напрямую, не делать их постоянно, из раза в раз, каждый день, при каждом новом приложении мы начинаем разбираться, а как корректно писать данные, а как, значит, разграничивать доступ, как решить проблему с производительностью на разном масштабе данных, резервное копирование и тому подобное, существует УБД. То есть берется готовое решение, да, возможно, оно будет хуже, чем написанное с нуля на коленке. Но люди, которые пишут эти продукты, они пишут их давно, и, в общем-то, у них есть опыт. Написать узко специализированное решение, которое работает лучше, можно. Но на это надо потратить очень много сил. Тут есть другая проблема. Мы взяли СУБД. СУБД взяли, все хорошо, все прекрасно, все работает. Магическая коробка. Черная коробка, мы в нее закидываем запросы, закидываем данные, а потом получаем результат. Зачем нам понимать, как работает СУБД? Тут большая проблема в том, что все абстракции дырявы. Абстракция СУБД дырява. Это одна большая дыра. Все, что с ней делается, надо понимать, как оно работает. То есть, да, за тебя сделали кучу всего, но, тем не менее, чтобы этим нормально пользоваться, надо понимать, как оно внутри вращается. В противном случае можно делать чудовищно неэффективные вещи. Вроде бы инструмент хороший, а используется не по-никак. Просадить производительность проблем никаких. В чем основная дыра данной абстракции? Основная дыра заключается в следующем. У нас есть три важных временных интервала. Чтение из памяти примерно 250 микросекунд, мегабайта. Чтение с SSD. Раньше такой опции не было, сейчас появилось. Где-то 1 миллисекунда. Чтение жесткого диска 20 миллисекунд. Если посмотреть, то разница, ну, скажем так, очень заметна. И корректно жонглировать данными, чтобы было данных как можно больше в памяти. Это задача не самая тривиальная. К тому же важно понимать, что СУБД это не магическая коробка, которая делает магию. Никакой магии там нет. И если ей нужно прочитать гигабайт, для того, чтобы выдать результат, она это не сделает быстро. В любом случае придется этот гигабайт прочитать. Так, в рамках курса на следующей лекции у нас будет посвящена проектированию. И она же затронет SQL. Самое начало, потом SQL будет еще несколько... На SQL у нас будет минимум две лекции. Начнется на следующей, закончится потом еще немножко на одну. Дальше у нас будет оптимизация. Мы будем разбираться, как работают запросы, почему они работают медленно, как сделать, чтобы они работали быстро и вообще, как поймать медленные запросы. И как хранить данные, чтобы нужно было читать как можно меньше. И коснемся вопроса администрирования. Как настроить QBD, чтобы она работала быстро, потому что, если взять тот же самый Postgres, по умолчанию он рассчитан на то, чтобы съедать порядка 16 мегабайт оперативы и никому не мешать. Для игрушечных проектов это подходит. Если начинается какая-то относительно серьезная нагрузка, то его надо тюнить. Поговорим про репликацию. Какие они бывают? Логическая репликация, физическая репликация, чем они отличаются, как они реализованы, какова область применимости. Приговорим про резервное копирование, про права доступа и затронем тему SQL-инъекции. Так, кратенькая история QBD. Изначально QBD зародились очень давно. Ну, не QBD как таковы, а именно сбор данных. Этим занимались все. Вот сколько человечество себя помнит, столько оно эти данные собирает. В основном это были разного рода бухгалтерская отчетность. Кто кому сколько коров отдал, кто у кого сколько коров забрал, сколько надо налога собрать и так далее. Проводилось все это вручную. Оно жило, развивалось и появилась электронно-вычислительная техника. Компания IBM где-то в районе 1920 года активно занималась продажей разного рода электронных табуляторов, которые позволяли упростить учет и контроль всего этого дела. Но в любом случае данных было мало. То есть на бумаге, глиняных табличках много не запишешь. Ну и обрабатывались они вручную, соответственно, много не вычисляешь. Появились ЭВМ и данные начали стремительно расти. Первоначально каждый писал свои системы управления базами данных. Они были разные. Вот из самого древнего, с чем мне удалось столкнуться, это MAMPS. Это медицинские базы были. Ключ значения, навигация по этим данным. Но тем не менее уже тогда были разного рода транзакции. Контроль того, что то, что мы записали, оно действительно записалось на диск и так далее. Потом появилась первая промышленная СУБД и МС фирма ЭВМ. То есть с ростом развития вычислительной техники начали усложняться СУБД. И начали потихонечку вырисовываться правила, как с этими данными работать. Где-то в 1972 году компания IBM начала проект System R, который является началом работы над первой релекционной СУБД. То есть мы с вами сейчас будем обсуждать технологию, которой где-то 45 лет. Суть в том, что все тезисы, на которых сейчас базируются релекционные СУБД, они были сформированы где-то в 80-х годах. С тех пор ничего принципиально нового не появилось. И все релекционные СУБД чем-то похожи между собой. 1972 год. Первая релекционная СУБД, 1979 год. Это вот Oracle. Далее началась релекционалок, и персоналки, они были очень слабенькие по сравнению с мейнфреймами, и поэтому там ГАСОП подствовали с УБД типа D-Base 2, которые вот на файликах базируются все из себя. Одна строчка это одна запись, строка имеет фиксированную длину, и потом все вот эти вот наработки, которые были на мейнфреймах, они потихонечку перешли на PC. Где-то году в 95-м, 96-м появились MySQL и Postgres. Postgres начали делать люди, которые участвовали в разработке системы R. То есть, это люди, которые СУБД делали уже много-много-много-много лет, и они понимали, как оно должно работать. Количество данных при этом все росло. То есть, если взять 93-й год, то тогда в персональном компьютере топовый жесткий диск был 428 мегабайт. Я не знаю, сколько он там стоил, но думаю, что очень много. Количество данных постоянно росло, объем хранимых данных начал, ну, растет очень-очень-очень быстро, и все чаще становилась ситуация, когда в один компьютер все это не утолкать. Началась кластеризация. И следующее поколение СУБД, оно начало отходить от реляционных принципов в пользу увеличения объемов. То есть, реляционные СУБД, они позволяют, накладывают достаточно строгие правила на целостность данных. Но поддержание этой целостности, оно обходится достаточно дорого. И появились разного рода кластерные решения, которые сказали, что нет, мы работаем по другим принципам, мы больше не реляционные, мы будем жить по-своему. Это Хадуп, Монго и компания. Они начали сознательный отход от реляционных баз. Начали сознательный отход от реляционных баз с целью того, чтобы обрабатывать больше объема. Есть замечательная фраза, которая гласит, что есть стандарт SQL, и все SQL-базы, они между собой одинаковые. Мы можем легко взять и перескочить с одной на другую. Вот мы сейчас пользуем MySQL, потом у нас не будет хватать производительности, мы выкинем MySQL и поставим морковый. У нас насочнется счастье. Вот, это не совсем правда. Я бы даже сказал, что это совсем не правда. Но, тем не менее, стандарт имеет свои плюсы. Первое. Иногда бывает полезна поддержка нескольких СУБД. Например, если взять проект ООДы, то в ООДах некоторое время поддерживалось одновременно три СУБД. Это MySQL, на котором работали боевые сервера. Postgres, на который собирались перевести боевые сервера, потому что MySQL не устраивал. И СУБД-H2, которая никогда не использовалась на боевых серверах, и, в общем-то, она нужна была только для тестов. Это встраиваемая СУБД, которая написана на Java, и основной ее суть заключалась в том, чтобы легко гонять тесты. То есть, когда эмулируется определенная ситуация, поднимается базенка H2, поднять базу данных в памяти это несколько миллисекунд, и это получается достаточно дешево. Разворачивать такую же базу на Postgres, которая находится где-то по сети, гораздо дольше. Поэтому получалось три СУБД. Стандарт позволяет использовать чужие наработки. То есть, вы можете взять и сказать, что мы используем не вот эту систему для генерации отчетов. В свое время была достаточно популярна система Crystal Report от Microsoft. Ее потом то ли Microsoft купил, то ли она изначально была от Microsoft, я не помню точно. Которая позволяла делать конструктор и набрасывать отчет, зная структуру данных, вне зависимости от того, ну то есть не программисту. Нужно человеку накидать отчет, он накидал, потом хоп и получил, и может его вывести там на печать в экселевский файл или куда-нибудь еще. А если использовать нереализационные СУБД, тогда возникает проблема, что как только кому-то понадобится отчет, они прибегут к программистам. И скажут, а вот нам нужен отчет. И программист садится и начинает писать программу, которая будет бегать по данным и из них выбирать нужную аналитику. Плюс в некоторых проектах существуют специально обученные аналитики, которые достаточно хорошо ориентируются в SQL и позволяют выдирать из программы нужные им данные. То есть они решили узнать, какой объем продаж был в случае, если это система продаж. Если это какие-то игровые сервера, то, например, им понадобилось узнать, о какого мобика у нас убивают во время рейда персонажа 40-го левела больше всего. На ком они чаще всего вайкаются. То есть они всякие извращенные вещи в голове представляют и могут их собрать при помощи доступа к базе данных. Они никого не дергают и им хорошо, поскольку не надо обращаться, ставить таск, этот таск будет когда-то реализован, потом через 3 месяца придет и выяснится, что надо все переделать. Они могут это сделать сами. И программист их не дергают. Программист тоже не любит, когда их дергают. Да. А разве игру не размещается в памяти, которая не связана с данным? В любом случае, надо как-то обеспечивать, чтобы игровой прогресс сохранялся. Да, но это уже тяжеловесная задача. Ну, писать на диск всегда тяжеловесная задача, хотим мы того или нет. В контексте олодов логика была примерно следующая. Часть операций принудительно сбрасывала состояние игрока на диск. Например, сдача квеста. Сдал квест, сохранился база. Часть информации, которая была не столь важна, например, то, что он отошел на 20 метров, она сбрасывалась раз в 15 минут. То есть он сохранялся не реже, чем раз в 15 минут, но в некоторых сутках оно могло быть чаще. В целом, задача сохранить игровой прогресс, это достаточно замороченная вещь. Само по себе. Потому что в MMORPG прогресс, он сам по себе непростой. Новая история. Откуда появился? Значит, революционные СУБД. Все с ними хорошо, кроме одного большого момента неприятного. Если мы хотим базу, которая очень большая, которая не вмещается в один компьютер, в один сервер, тогда у нас проблема. Нам нужна кластеризация. С кластерами все очень-очень негладко. И обеспечивать целостность данных становится трудно. То есть появляются лишние задержки, которые, в общем-то, никому не нужны. Поэтому иногда целостность ужерпуют. Мы утверждаем, что мы будем работать с данными так, что они не разойдутся. Мы будем с ними работать аккуратно. Мы жерпуем возможность составлять сложные запросы. Мы жерпуем, значит, с проверкой на наличие... Ну, то есть рядом проверок, рядом ограничений, которые на нас накладывает революционная модель. Но зато у нас более простое масштабирование. И в этот момент у нас появляется вот как раз новый скоб. То есть парадигма MapReduce, когда мы хотим, чтобы у нас данные... Обрабатываем все данные, кучу маленьких задач, мы находим эти данные, перерабатываем, потом возвращаем результат, результат склеиваем и так далее. Вот. Особнячком стоит Тарантул. Суть Тарантула в том, что там проблема немножко другая. Проблема не в том, чтобы хранить очень много данных, а в том, чтобы с ними очень быстро работать. Очень быстрый отклик. Все данные лежат в оперативе, но при этом мы их не теряем, и можем получить очень-очень быстрый отклик. То есть иногда это тоже бывает важно. Но суть заключается в том, что революционная модель уже не устраивает. Значит, по книжкам. Книжек много разных. По постгрессу какой-то общепризнанной книжки нету, поэтому можно взять любую другую. Значит, неплохой список ссылок по постгрессу есть вот здесь. Там же есть возможность скачать часть книг в PDF. В основном все книги по SQL, они актуальны. SQL меняется, он не очень быстро эволюционирует. За последние 40 лет все достаточно устаканилось, чтобы можно было брать практически любую книгу. Ну хорошо, мы поняли, что нам нужны данные. Нам нужна база данных. Теперь, а что это вообще такое? Суть проблемы вот в чем. У нас есть куча информации. Информация, ее можно сравнить с грудой кирпичей. То есть, информация есть, но строить из нее какие-то выводы, в общем-то, достаточно трудно. Чтобы строить из информации выводы, нужно ее как-то структурировать. Нужно, чтобы в ней была структура. И вот когда мы из этой грудой кирпичей собираем какую-то встроенную конструкцию, то у нас получается возможность всячески обрабатывать данные и строить запрос. И вот у нас получается база данных. Именно у нас данные, не информация уже, она превращается в данные. Потом из этого можно извлекать всякие знания, но это уже отдельная история. Революционная модель данных, она строится на базе отношений. Отношения зачастую называют таблицами. Это не совсем верно, но, тем не менее, это достаточно сильно распространено. Суть в следующем. Что у нас есть? У нас есть типы. Табличку можно представить из себя, из строчек и столбиков. Каждый столбик имеет определенный тип. Тип можно назвать двумя вещами. Первое, это, собственно, тип данных. Строчка целая, булево значение. И домен. Домен это несколько более узкоспециализированный тип. То есть, например, не просто строка, а имя. То есть, мы считаем, что у нас имена удовлетворяют такому-то условию. То есть, это строка, которая может достигать до 64 символов. И при этом используется нерегистрозависимое сравнение. Ну, то есть, такие вот ограничения. Вот тип с вот этими вот ограничениями, с вот этими характеристиками, он называется домен. Значит, у столбика есть название. Название, в общем-то, это атрибут. Вот, то есть, столбцы это атрибуты, строки это кортежи. Набор кортежей, множество кортежей определенного типа, это отношения. Ключевой особенностью, почему таблицей называть это неверно, это то, что отношения у нас не имеют внутри себя порядка. Когда говорят про таблицу, подразумевается, что внутри таблицы есть какой-то порядок. То есть, есть первая запись, есть последняя запись. Внутри отношения такого порядка нет. Это множество. Оно неупорядочено. Вот, то, что множество неупорядочено, это очень важно понимать. Когда делается к базе данных запрос, определенных записей, то результат возвращается обычно в каком-то порядке. И вот, если явно порядок не задать, то этот порядок можно считать случайным. Внутренности СУБД обычно устроены таким образом, что этот случайный порядок случайно будет совпадать. От вызова к вызову. То есть, может сложиться ложное впечатление, что, например, всегда все данные возвращаются по порядку ключевого поля или по порядку добавления. Это не так. То, что они сейчас выдаются именно в этом порядке, это случайность. В любой момент порядок может поменяться. Значит, революционный СУБД, помимо возможности хранить информацию вот в этих отношениях, позволяют наложить некие ограничения, которые, собственно, позволяют следить за целостностью данных на уровне СУБД. Ограничения могут быть, как в рамках одного кортежа, например, мы считаем, что вот премия не может быть больше, чем оклад. можно такого такого вида ограничения наложить. Ограничения могут быть, как в рамках одного атрибута. Например, мы считаем, что имя у сотрудника есть всегда. Либо возможно ограничение на уникальность. То есть, и есть ограничения, которые связывают между собой некоторые отношения. например, если у нас есть, ну, самый простой пример, это вот, скажем, родители и дети. Если есть дети, то у них должны быть родители. собственно, релакционная модель данных включает в себя несколько вещей. Первое, это вот аспект структурный, это вот эти вот домены, атрибуты, кортежи, отношения, и аспект целостности, то есть, поддержание целостности на уровне СУБД. Многие вещи на уровне приложения контролировать очень сложно. То есть, например, может показаться, что контроль целостности на уровне СУБД лишний. Мы вполне спокойно можем проверить, что мы добавляем данные, и у человека есть имя. Это легко проверить. Но, скажем, уникальность имени проверить уже сложно. То есть, делать подобные, подобные варианты проверки на уровне приложения практически невозможно. То есть, по крайней мере, нетривиально. И еще одна вещь, которая есть в релакционных СУБД, это манипулирование данными. Изменение данных в базе, изменение структуры отношений, изменение структуры самой СУБД, и изменение самих данных, получение данных. Это тоже аспект релакционной модели. Значит, релакционная алгебра и вообще релакционные СУБД родились благодаря британским ученым. Вот этот вот британский ученый, Эдгар Франт Кок, Тед Код. Он настоящий британский ученый, не те, которые изучают странные вещи. И он сформулировал релакционную алгебру. То есть, операции, которые можно делать вот этими вот отношениями, с множественными, чтобы получить какие-то из... Чтобы строить вот именно запросы в базе. То есть, вот эти вот... Это выборка, проекция, объединение, пересечение, разность, произведение, деление и соединение. Сколько у нас сейчас? Значит, по сути своей, любой SQL-запрос на выборку данных, он представляет из себя набор вот этих вот операций. То есть, это просто отдельная форма записи. Выборка. Ну, с выборкой все достаточно просто. У нас есть какое-то... Вот, у нас есть отношения. У этого отношения есть атрибуты. Атрибуты у нас сейчас. Имя, которая строчка. Возраст, очевидно, число. Ну, и вес тоже число. Отношения имеет гордое имя, персоны. И... Четыре кортежа. Порядка между ними нет. То есть, то, что порядок мы видим в данном случае, он, в общем-то, такой случайный. Он может быть любым. Если записи переставить местами, отношения от этого не поменяются. Вот. После выборки, когда мы говорим, что мы хотим получить значение, которое удовлетворяет в каком-то условии. В принципе, все просто. В нашем случае возраст больше либо равен 34-м году. И мы видим, и одно отношение трансформируется в другое отношение. которое удовлетворяет вот этому вот волшебному условию. Если брать SQL, то это будет выглядеть примерно следующим образом. То есть, по сути, вот эта формула записывается только более понятным языком. Выбрать все, где. проекция. Проекция. Примерно то же самое, только мы отсекаем столбцы. Берем то же самое отношение и у него говорим, что мы хотим получить столбик возраста. В принципе, все тривиально пока. И то же самое на SQL. Выбрать возраст, вес и список. То есть, по сути, свои запросы, они являются именно записью вот этих вот реляционной алгебры. Объединение. Есть два отношения с одинаковыми, с одинаковым набором атрибутов. Одинаковый тип, имеется в виду. Ну, одинаковых доменов, точнее. Вот. И мы говорим, что мы хотим их объединить. Важная деталь это дубликаты. Дубликаты убираются при объединении. Мы получаем вот эту вот конструкцию. Если посмотреть в рамках, как это выглядит в SQL, то мы увидим вот примерно такое. Одно отношение, второе отношение, объединение. Пересечение. Попадают только те записи, которые есть в обоих множествах. И опять-таки, оно вполне себе ложится на синтакси с SQL. Все SQL-ные запросы мы будем подробно разбирать на следующей лекции. Сейчас главное понять, что по сути своей SQL-это не ну, вот эти вот запросы на SQL-это именно работа, именно запись релекционной алгебры как таковой, это не императивная инструкция для субэдэ. То есть, язык SQL, он декоративен. Мы говорим, что мы хотим получить, записываем вот эту формулу и по каким-то своим законам субэдэ ее выполняет. Она может ее выполнять в лоб, она может ее как-то перефразировать. но суть заключается в том, что знание, ну, решение о том, как конкретно выполнять вот это вот, решать, ну, то есть, выполнить вот эту формулу лежит на стороне субэдэ. Мы на нее можем повлиять, но не напрямую. При этом надо понимать, что часть операции реляционной алгебры, она в общем-то, ну, то есть, в реляционной алгебре тоже есть свои формулы. Вы можете взять и вот сейчас есть у нас, например, проекция, есть у нас выборка. В некоторых случаях вы можете совершенно спокойно эти две операции поменять местами. Если в выборке участвуют те же поля, что и в... ну, то есть, если через проекцию поля изменений проходит, то вы можете эти операции как угодно менять. Поэтому, во многих случаях информация о том, какая часть запроса будет выполняться, ну, вопрос на тему того, какая часть запроса выполняется, в каком порядке, лишен смысла. СУБД пытается СУБД пытается представить все эти запросы в виде конвейера, когда данные выгребаются и вот проходят все эти проверки. То есть, не так, что сначала выполнили одну операцию, выбрали все данные, потом из этих данных выбрали такое-то подмножие, потом такое-то. Для СУБД запроса это целая вещь. Так, разность. Ну, с разностью все просто. Берем из одного множества вычитаем другое множество. И это тоже можно указать в рамках SQL. Вот так вот. Так. Всеми любимое Декартово произведение, когда записи, каждая запись из одного множества получает, ну, комбинируется с каждой записью из второго множества. То есть, вот их получается сколько у нас тут? Три на две, шесть штук в результате. Их действительно тут шесть. Записывается оно очень просто. То есть, это каждый с каждым. деление. Это, насколько мне известно, единственная операция с реляционной алгеброй, которая не получила какого-то такого мятного распространения. Они изначально были вот эти вот операции сформулированы, но потом выяснилось, что часть из них выражается через другие и часть, в общем-то, не имеет какого-то практического применения. Вот, деление на практике не используется. Я нашел способ записать его в SQL. то есть, прямой конструкции, которая позволяет записать вот эту операцию деления в SQL, нет. Что тут происходит? Здесь есть одно множество, есть второе множество. И суть деления в том, что берутся все записи из данного множества, у которых есть все комбинации из вот этого множества. То есть, в нашем случае сюда попадают Симпсоны и американские папаши, по-моему. Вот. А DuckTales в утильной истории не попадают, потому что тут нету РЕН-ТВ. На практике мне оно не понадобилось ни разу. В стандарте SQL такого нет, но записать можно. Сейчас я вам это покажу, вы это захотите развить. Вот. потом на досуге подумайте на тему того, как оно работает. Так. И последнее, по-моему, это соединение. Одна из наиболее распространенных операций. Суть заключается в следующем. Запись из записи соединяется по какому-то ключу. В данном случае название канала, код канала в качестве соединения участвует. Надо было их назвать одинаково, но ладно, не важно. И тут, если они равны, то выводятся все вот записи. Здесь первый картеж дважды два, и дальше все, что использует дважды два. Ну, все записи, у которых код канал дважды два, то есть вот это. И мы получаем эти записи. Здесь американский папаша дважды два, здесь все записи, то есть вот оно, и потом все записи, которые с дважды два, то есть вот это мутильная история рентиви все записи которые рентиви если бы здесь рентиви или 2x2 было несколько раз то записи бы здесь тоже продублировались с другой частотой вот записывается она вот так вот то есть выбрать все из мультимов соединить каналы и вот условия соединения по сути своей это декартово произведение в котором остаются только те записи у которых совпадают вот эти два ключа название канала и код канала значит основной момент все это истории с реляционной алгеброй сводится к одной простой вещи вот которую надо понимать это то что часть операций в рамках реляционной алгебры могут быть заменены на другие то есть если взяли SQL записали на нем какой-то запрос этот запрос по сути свое выражение вот этих вот реляционных операций только записано несколько другим языком несколько другими значками и данный запрос может быть несколько раз преобразован без потери смысла чтобы этим активно пользуются собственно в рамках систем управления базами данных есть определенная часть именуемый оптимизатор запросов в задаче которой входит переформулировать запрос таким образом чтобы он наиболее эффективно выполнялся то есть с одной стороны переформулировать с другой стороны понять что от него вообще требуется если посмотреть на часть отношений вот этих вот таблиц то возникает следующий момент порядка в них нет и никто не дает никаких гарантий что одну и ту же информацию нельзя туда записать дважды то есть к примеру если взять здесь я могу вот в канал легко и непринужденно вписать еще раз РЕН-ТВ и еще раз ту же самую частоту в такой ситуации очевидно что отличить эти две записи будет невозможно то есть это по сути своей одно и то же но только в двух экземплярах вот поэтому когда добавляются какие-то записи в большинстве случаев их все-таки надо как-то различать то есть они несут какой-то смысл с точки зрения вот человека который разрабатывается УБД записи это не просто набор буквок это они несут какую-то смысловую нагрузку это либо информация о пользователях либо информация о каналах либо информация о мультфильмах то есть эта информация несет в себе что-то и нужно понимать по какому условию эти записи можно идентифицировать то есть здесь например для связи в качестве идентификатора используется вот код канала РЕН-ТВ, 2Ж2 и так далее запись которая ну атрибут который выбран в качестве идентификатора он называется ключевым вот потенциальным ключом является любой атрибут либо группа атрибутов вот которые удовлетворяют двум условиям первое они уникальны то бишь например если мы возьмем человека какой уникальный атрибут у него можно придумать как вы думаете? отпечаток пальца отпечаток пальца плохой атрибут почему это нет не в этом дело он аналоговый то есть отпечаток пальца это в общем то нету способа предоставить вот как-то его зашифровать отпечаток пальца в цифровом виде так чтобы две системы которые берут один и тот же отпечаток представили его одинаково то есть на равенство его сравнивать нельзя все отпечатки сравниваются на похожесть то есть эти два отпечатка похожи с вероятностью 99 процентов они похожи с вероятностью 3 процента то есть и дальше идет порог и вот по этому порогу определяется он это или не он в случае с ключом он должен быть какой-то фиксированный мы не можем два отпечатка проверить на равенство то есть отпечаток пальца не подходит номер паспорта номер паспорта тоже не подходит по двух причинам во-первых у человека паспорта может не быть паспорт сейчас выдают если память не изменяет в 14 лет до этого момента чек как-то существует без паспорта а во-вторых номер паспорта он может меняться человек потерял паспорт пошел ему выдали новый паспорт и у этого нового паспорта новый номер абсолютно такая же ситуация будет с заменой номера если у него плановая замена паспорта его даже терять не надо просто пришел поменяли паспорт у тебя паспорт с новой фотографией новым номером и в этом новом паспорте указано что у него был такой-то паспорт реальный еще есть какие-то варианты? УНН что? УНН ну я думаю что у него примерно такие же проблемы как и у номера паспорта то есть он не меняется, но выдается поздно в следственном рождении его номер сейчас используется в основном СНИЛС ну значит объединение нескольких полей сейчас используется СНИЛС то есть вот этот номер пенсионного страхования и считается что он уникален он не меняется и получают его люди как только им понадобится в какое-то госучреждение попасть например в детский садик а если просто по номеру уголовления а во-первых это тоже вариант это вот собственно вот эти вот ситуации когда ИНН номер паспорта СНИЛС в некоторых случаях фамилия и отчество это естественные ключи ну ИНН конечно естественный только в контексте того что он снаружи к нам приходит вот так то он весь из себя искусственный вот это естественные ключи они приходят к нам снаружи как какой-то атрибут вот мы их не выдумываем они уже есть вот есть понятие суррогатного ключа суррогатный ключ это когда мы берем и считаем что вот эта чиселка будет его идентификатором первым пришел будет один вторым пришел будет два есть вот уникальная информация о персонаже это есть потенциальный ключ потенциально мы можем значит по нему определить запись и данные данные атрибуты либо набор атрибутов он уникален в рамках данного отношения несколько ну какой то из потенциальных ключей мы можем считать первичным то есть мы можем считать что почти всегда мы будем идентифицировать в других местах по данному атрибуту либо с НИЛС либо что то еще вот с точки зрения данных принципиально оно ничем не отличается то есть это мы просто договорились что один из потенциальных ключей будет первичным ну просто вот для первичный ключ используется во некоторых внутренних структурах базы то есть он часто используется внутри индексов поэтому один из них надо выбрать если мы не хотим использовать естественный ключ в качестве первичного можно использовать суррогатный обычно суррогатный ключ принимает из себя значение какого то автоинкримин один два три четыре и так далее зачем использовать суррогатный ключ когда можно использовать естественный значит значит суть в следующем естественный ключ иногда может быть еще большим то есть он занимает много 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 байтиков и поскольку при ссылке на запись он будет использовать везде во всех местах откуда он ссылается это лишний расход памяти поэтому зачастую использование суррогатного ключа вполне себе помогает сэкономить память и оправдано даже при наличии естественного ключа в частности например если брать информацию о пользователях то у пользователя может быть там условно говоря логин иногда бывает большой соблазн использовать логин в качестве первичного ключа пользователя это не очень здорово по причине того что в некоторые моменты возникает ситуация когда логин нужно поменять оно случается редко но тем не менее если первичным ключом выбран логин то его потом надо будет поменять везде где он участвует во всех табличках вот в случае если суррогатный ключ он не несет никакой смысловой нагрузки и изменение его в общем-то практически никогда не нужно вот гуид это да тоже частный случай суррогатного ключа гуиды у суррогатных ключей на базе автоинкремента есть одно большое преимущество они всегда добавляются в конец то есть добавили запись она появилась в конце добавили еще одну запись они всегда добавляются в конец и поскольку они всегда добавляются в конец отношение получается записи на диске физически получается упорядочены по первичному ключу вот во многих случаях это важно то есть суррогатый любит когда данные упорядочены по первичному ключу это любит позверс это любит mysql в inodb mysql в mysum такой любовью не обладает вот они любят ну суррогатые закладываются на это если в качестве первичного ключа использовать гуид то в большинстве случаев это условие не соблюдается и записи всегда добавляются в середину это не очень здорово плюс гуид обычно это сколько он 128 бит если мне память не изменяет 128 бит это много интов может войти то есть обычно на автоинкремент хватает либо 4 либо если записи совсем много 8 байт вот так немножко поговорим про типы данных так значит в подраз на эту тему достаточно скучно все типы стандартные вот mysql виседе нам больше подводных граммей значит из наиболее распространенных числовые строковые календарные есть отдельно сущность именуемая ну она вроде бы ну то есть это не тип данных скорее скорее значение но значение без типа типа еще подраз есть много разных интересных типов которые могут потом понадобиться если будете делать разные вещи например есть джейсон типы есть xml типы для хранения джейсона типы для хранения xml типы для хранения джейсон би отдельные совершенно истории это географические типы данных так называемый spaticle в частности если брать usn-ную базу usn street map то в некоторых вот в случае с usn там все все достаточно просто там полигон хранится в нормализованном виде то есть отдельно каждая точечка и в общем-то фигур как таковых нет но выгрузки для отображения карт в постгрессе делают ситуацию у нас есть улица и дальше отдельное поле это вот полигон этой улицы вот постгресс в частности позволяет делать запросы из серии выбери мне все полигоны которые входят например вот в другой полигон очень мощный механизм может кому-нибудь понадобится на практике может не понадобится это время покажет но поддержка географических типов там очень мощная включая разные варианты сфероидов земли с разной системой координат ну ну с ну все просто это значение которое никому никогда не равно в том числе другому ну результат сравнения ну с любым другим значением всегда ну в революционных суммд у всех полей если явно не сказано обратное может быть поле ну иногда оно запрещено то есть мы условили что данный атрибут не может быть ну но в целом любой тип может принимать значение ну это не какой-то magic value когда у нас например есть числовой int 1 байтовый от 0 до 255 и там одно значение зарезервировано что вот его нет там 0 например а это именно ну то есть получается что вот есть int у него значение от 0 до 255 плюс еще может быть отдельно у данного атрибута значение ну то есть нет значения ну не надо бояться их надо любить они встречаются достаточно часто с ними надо немножко аккуратно работать но в целом не привыкаешь и никаких особых проблем нет важная особенность в том что они всегда любое сравнение равно ну то есть оно не не true не false а именно ну у буллинного значения тоже есть ну то есть такое значение да нет и нет значения для того чтобы узнать значение ну или не ну используется проверка на из ну и из ну то есть через больше меньше сравнивать с нуом как-то не очень хорошо так в пост значение относительно стандарт числовые это фиксированного размера два байта четыре байта восемь байт smallint int int begin значит у них есть алиасы smallint integer и begin это значение которые присутствуют в стандарте SQL у SQL есть несколько стандартов в стандарте описаны значения типов ну не значения типов названия типов некоторых есть стандартные вот smallint int есть не стандартные int2 int int4 int8 они есть ну просто потому что они короче и с ними проще жить во многих случаях значит значения всегда знаковые без знаковых нет есть стандартный геккинул у него есть алиас нумер нумерик ой у меня нумерик неправиль ну ладно бывает так значит это алиас то есть если записать декимал если записать нумерик это будет одно и то же у части типов есть не фиксированный размер как вот собственно smallint bigint и так далее а размер задается каким-то вот снаружи в частности у нумерик можно задать количество цифер которые мы туда можем положить точность количество цифр всего количество цифр после запятой если количество цифр после запятой не указано оно равно нулю все просто допустимое количество цифр в подгасе какое-то совершенно безумное ну там более десяти тысяч цифр можно утолкать я даже не думаю что это хорошая идея но потенциально можно числа с плавающей точкой это real больше привычный под названием forward и double precision можно писать просто double отдельно тип для денег money суть суть в том что он восьмибайтовый и он является числом с фиксированной запятой то есть у него два знака после запятой чтобы хранить по сути своей он хранит сумму в центрах в центрах копейках там и так далее все понимают что хранить деньги например во флотах плохая идея почему да ошибки округления точность если у вас есть какая-то большая сумма то копейки могут потеряться иногда это критично есть бинарные данные ну и тут все в общем то кучка бит кучка бит 1 бит вот суть бинарных данных что интересно значит у нас может быть как фиксированное количество так и переменная длина куча типов они обладают именно таким свойством то есть им можно задать что мы храним фиксированное количество мы храним там число переменной длины с фиксированным количеством если мы говорим что у нас там будет допустим 20 бит то там всегда будет 20 бит мы не можем туда положить 19 бит мы не можем туда положить 21 бит мы не можем туда положить 5 бит мы всегда кладем туда 20 бит в некоторых случаях если мы попытаемся записать отличное количество бит разные типы могут внести фазу либо нулями добьется, либо пробелами но в любом случае в финале там будет фиксированное количество данных то есть не больше, не меньше варинг типы позволяют хранить не больше указанного значения то есть можно хранить меньше, но больше не ни то есть мы задаем ограничение сверху размер физически занимаемых данных на диске будет равен информации о длине в данном случае на длину будет потрачено в зависимости от этого n, либо 1, либо 3 байта от 1 до 4 байта и собственно сами данные, которые высчитываются исходя из того, сколько там физически есть вот фиксированные поля с фиксированным размером в основном используются для таких вещей как скажем вот пресловутые гуиды которые вот он 128 бит и он никогда не бывает меньше никогда не бывает больше хэш суммы тоже они вполне себе попадают под это определение всегда одного размера делать фамилии и имя отчества фиксированного размера неудачная идея строки все то же самое символы фиксированной длины символы плавающей длины причем можно писать как charter varie так и varchar varchar является укороченной записи вариант текст и не совсем строка но примерно из той же оперы это байт а текст и байт а они не имеют ограничения по длине сверху хотите записать 2 гигабайт ради бога но потом вам с этим жить значит делать у символов у символенных полей фиксированный размер не имеет никакого практического смысла потому что внутри в любом случае будет лежать информация о длине то есть почему потому что Unicode Unicode и значит что у нас каждый символ может иметь разную длину так с текстом понятно с байт аррем я думаю тоже понятно можно положить туда например картинку аватар есть игроки есть пользователи и будет у них аватарка аватарка вполне себе ложится в байт а а отдельная история это дата время с датами и временем надо быть крайне аккуратно основная проблема заключается в том что земля круглая и время в разных местах земного шара разное есть ну у нас смещение по 4 часа если брать бразилию там будет совершенно другое там сейчас день и все хорошо у нас сейчас темно и грустно вот поэтому надо быть аккуратным пока вы работаете в рамках одного часового пояса все легко просто и на этом можно не обращать внимание как только у вас появляются пользователи за пределами данного часового пояса начинаются проблемы при этом надо понимать что время у нас может быть что использовать всегда какой-то определенный тип нельзя надо понимать смысл этого времени вообще-то зачем оно что оно из себя представляет то ли это какое-то конкретное время то есть например данное событие произошло там 31 января в 12.00 и мы четко знаем что оно произошло в это время и характер события такой что мы никогда не хотим увидеть там локальное время то есть ну например мы хотим оставить напоминалку мы хотим чтобы пользователя разбудило 8 утра ну там следующего дня условно говоря ввели следующую дату там 9 февраля 2017 года 8 утра и пользователю в общем-то все равно в какой часовой зоне находится сервер ему нужны эти несчастные 8 утра касательно того места где он находится в некоторой ситуации нам важно знать например что человек залогинился в систему 8 утра тогда-то тогда-то и тут нам уже нужно знать что он залогинился если мы находимся в другой зоне то мы хотим увидеть время его логина с учетом нашего часового пояса то есть надо понимать что вообще мы хотим хранить мы хотим учитывать часовой пояс или мы не хотим учитывать часовой пояс это зависит от логики приложения вот несмотря на название виз таймзон таймзон внутри не хранит таймзон временная зона хранится только для типа тайм в явном виде на диске почему потому что в случае если у нас внутри хотим сохранить временной зоны и виз таймзон то на самом деле серверу достаточно ну мы хотим учитывать временную зону то сервер пытается сохранить UTC он просто сохраняет время по гримичу потом клиент имея информацию о том какие параметры временной зоны на клиенте может пересчитать он знает что на сервере хранится информация по гримичу и он должен ее пересчитать вот саму временную зону хранить не надо то есть двойной пересчет он никому не нужен в случае если хранится только время то временная зона хранится явно потому что по одному времени понять какое оно должно быть по гримичу в общем-то нельзя вот так немножечко посмотрим какие как вообще выглядит база данных вот эти вот кортежи таблички и так далее значит для примера я взял несколько ну простую схему я не помню откуда я ее взял где-то у меня это подписано на слайде страна регион и город вообще как как оно организовывается вот и если взять разные отношения вот они хранят в себе собственно разные атрибуты то есть для ссылок используется ссылка по праймеру кей вот здесь как раз и есть ссылка на регион и вот здесь нулевой регион это на самом деле у нас будет Москва и Московская область первый регион это будет Санкт-Петербург 395 регион это у нас будет Тегусигальпа Тегусигальпа находится в стране с идентификатором 555 555 это у нас Гондурас вот то есть ссылки осуществляются вот такими вот данными то есть у нас есть вполне себе суррогатный праймеры кей праймеры кей не обязательно может начинаться с единицы то есть обычно он начинается с единицы но вот эта база данных которая была взята для примера там он начинается с нуля вот может быть с отрицательных чисел никаких проблем иногда делают специально хаотичный праймеры кей то есть когда у нас например есть идентификатор заказа делают хаотичный шаг для того чтобы нельзя было по номеру заказа определить сколько заказов в день проходит и подобные вещи ну здесь для простоты простая чиселка вот сама база вот она выглядит именно вот так как ее изображает есть два наверное очевидных варианта как и рисует первое это схемки схемки оно выглядит примерно вот так вот есть разные гейромодели это способы отражения данных на блок схемы их несколько каждый делает ее чуть-чуть по-своему но в целом они примерно одинаковы таблички и между ними ссылки вот примерно вот такую вот схему генерирует майской workbench на практике у меня я не сталкивался ни разу с ситуацией когда сначала рисовалась схема а потом волшебным генератором она переводилась в SQL то есть попытки были но рабочего варианта я не видел почему потому что основная беда заключается в следующем мы можем нарисовать схему она будет красивая она будет замечательная можем сгенерить на базе SQL и все дальше начинаются проблемы если у нас баз данных несколько ну то есть база данных живет по времени она живет развивается у нее добавляются появляются новые требования уточняется значит информация о том о чем мы хотим от этого продукта появляются хотелки и тут выясняется что нельзя старую схему утолкать новые требования схему надо менять вот добавляется новая блок схема новый новый значит кубик и возникает вполне разумный вопрос а что дальше то ну то есть да мы можем снова сгенерить новую схему базы и и все схема есть а данные то есть мы кубики перерисовали у нас все здорово все хорошо все замечательно вроде как если мы стартанем заново с новым с этим продуктом и скажем что у нас больше никаких пользователей не было они могут значит то то да то этот вариант работает в случае если нам нужно данные перетянуть то все вот эти вот красивые схемы они обычно разваливаются начинается ручная правка бд либо значит сравнение двух сгенерированных схем с попыткой значит создания перехода либо автогенерация переходов на базе каких-то других инструментальных средств но в целом как-то какого-то вот такого вот счастья не получается вот но тем не менее генерация подобных схем иногда бывает полезна когда у вас есть база берется какой-то инструментарий и он на базе вот имеющиеся таблички генерит вот такие вот картинки потом на это дело смотришь растаскиваешь их и пытаешься понять что там вообще лежит то есть оно работает обычно в сторону реверса внутри SQL подобная вещь формируется путем ddl-запросов ddl-это data definition language ddl-запросы используются для того чтобы определить а что вообще в базе будет лежать значит какие есть варианты ну самый простой вот это create table создание таблицы там их много разных но в нашем случае пока для примера хватит этого значит что мы имеем создание таблицы идентификатор big serial вот эти вот поля big small int и просто int они все эти три типа имеют трех брати big serial serial и small serial serial поля они являются автоинкремент сразу же технически в постгрессе автоинкремент реализуется через специальную сущность которая называется sequence последовательность последовательность что дают это некая вещь некая значит сущность на уровне базы у которой можно запрашивать следующее значение дай значение он тебе говорит 1 дай еще значение 2 да еще 3 и так далее вот единственное условие которому должно удовлетворять вот эта последовательность это то что она каждый раз выдает новое значение она не использует те значения ну она не может одно и то же значение выдать дважды да нет в случае с serial полями с единица создается sequence с настройками по умолчанию настройки по умолчанию у него поля с единички с шагом единичка если sequence создается ручками через create sequence у него можно задать как стартовое значение 1 2 там любое можно с отрицательного так и шаг в котором он генерирует значение помимо этого у него есть еще ряд настроек для того чтобы он когда мы говорим дай значение sequence он должен где-то сохранить информацию о том что это значение выдано вот есть ряд настроек позволяющих делать так чтобы он допустим мы говорим дай значение он внутри нагенерил 20 значений у себя там в пуле и выдает их по очереди если сервер потом соответственно когда они закончились он генерирует еще 20 пачками вот если сервер перезагружается то те которые он нагенерил но не успел выдать они и пропадают то есть это с точки зрения производительности полезно но по умолчанию это выключено вот дальше страна идентификатор big serial явно говорим что он не может содержать null то есть primary key не может быть нул по определению почему потому что нул значение не может быть уникальным нул не равен себе никогда если у нас есть какой-то ключ если у нас есть какая-то уникальная набор значений которое уникальное мы туда можем запихнуть сколько угодно нулов нул никогда себе не равен поэтому поскольку primary key должен быть уникальным он не может быть нул и собственно собственно говорим что это первичный ключ primary key с именем немножко проще мы говорим что это строчка в этой строчке максимум 128 символов и она тоже не может быть нул абсолютно аналогичная ситуация с регионом идентификатор автоинкремент не нуль первичный ключ идентификатор страны который тоже бигинт и тоже не нул название значит чтобы СУБД требовала о том поддерживала целостность и требовала чтобы мы не могли добавить регион без страны удалить страну у которой есть регионы и прочие вещи то есть чтобы мы не могли записать всякую ерунду внутрь country id точнее даже не то что записать что она не могла там образоваться каким-то образом мы говорим что country id ссылается на табличку country да что ж ты будешь делать есть на табличку country идентификатор вот наличие вот этой строки это называется constraint ограничение наличие вот этого constraint заставляет СУБД проверять требовать ну говорит СУБД что она должна требовать от нас соблюдение этого условия да то есть мы не можем сначала вести регион а потом вести страну с его и значит нет есть определенная комбинация когда это возможно мы можем сказать что мы ну есть понятие транзакции СУБД транзакция это набор операция которая с точки зрения всего окружающего мира выполняется как целое то есть там несколько операций например добавить страну добавить регион добавить город и вот в рамках если мы добавляем в рамках одной транзакции то мы можем сказать что проверку целостности надо осуществлять по окончанию транзакции тогда в рамках транзакции мы можем добавлять не в том порядке а еще вопрос а если мы удалили что-то из страны тогда все будет или удалить значит возможно два варианта либо каскадное удаление либо запрет по умолчанию запрет то есть мы говорим что мы удаляем запись удаляем страну он говорит нет нельзя вы не можете удалить страну пока у этой страны есть другие записи которые на нее ссылаются да может быть такое что если удаляем страну и она удаляет все свои где она встречается из других таблиц это надо форенкей каскад делать каскадные форенкей то есть да это можно ну соответственно в такой ситуации там может быть совершенно неограниченное количество записей которое будет удалено при казалось бы удалении одной записи вот вот эта вот конструкция с удалением дочерних записей она может быть осуществлена несколькими способами она может быть осуществлена через форенкей это вот как бы с УВД явно декларативно говорится что когда записи должны соответствовать друг другу все и есть еще отдельный вариант обеспечение этой целостности это на базе триггеров триггер это операция которая срабатывает при каком-то действии с базой например при добавлении при удалении и так далее оно уже идет не декоративно оно грубо говоря императивно то есть если мы удаляем то мы можем сделать что-то еще либо записать куда-то информацию что отсюда удалили столько-то записи ай-яй-яй либо собственно проверить что вообще-то говоря у пользователя есть возможность удалять эти записи ну то есть такие вот вещи то есть есть разные варианты но в нашем случае ну с городом та же самая история ничего принципиально не меняется по сравнению с регионом только ссылается он на регион если делать каскадные удаления тогда при удалении из страны будет удалена регион а регион с собой потянет все города м кому в этом регионе алине полностью удалится только те записи которые потянет за собой только записи соответствующей страны если угодер fazkan удаление региона запрет все равно будет удаляться на всех уровнях первые же ну ситуация следующая сам запрос на удаление он будет выполняться в транзакции транзакция это атомарное действие при попытке так давайте сделаем так город не каскадный город запрет регион каскада как вот то будет следующее произойдет следующее мы пытаемся удалить страну в рамках этой транзакции удаляются регионы регион пытаются удалить города города удалить нельзя возникает ошибка невозможности удалить регион по причине того что есть города и вся транзакция откатывается в итоге мы получаем ситуацию когда в базе будет то то же самое содержимое что было до момента попытки удалить ну не до момента попытки удалить страну а до начала транзакции если это была первая операция то соответственно мы получим в том же состоянии в таком база была до попытки начать удалить то есть ничего не произойдет если мы начали транзакцию там добавили город а потом собственно попытались удалить страну и у нас прервалась операция откатится вся транзакция включая добавление города понятно ну да запрет ну что значит не будет ссылки ну найти наличие foreign key 3 как бы говорит субд что она должна поддерживать вот это соответствие мы не можем создать foreign key если ну допустим есть возможность создать постпартам данные то есть ограничение можно создавать постпартам можно сначала создать страну потом создать регион потом создать город все будет хорошо казалось бы а потом сказать ой а чей-то у нас регион можно добавить без страны и скажем давай создать базу базу создать foreign key и вот для создания foreign key чтобы этот foreign key создался а субд сначала проверит а вообще-то говоря на текущий момент удовлетворяется это условие или не удовлетворяется есть ли у нас регионы без стран стран если регионы без стран есть тогда он скажет нельзя ошибка откат операции и начинай сначала если у нас данное условие удовлетворяется она создает этот foreign key и все с этого момента добавить регион без страны уже нельзя то есть вот foreign key это один из основных способов обеспечения целостности там их не так чтобы очень много этот foreign key чек чек это возможность добавить проверку на какое-то поле ну например там если просто булевое выражение которое либо да либо нет то есть оно да можно добавлять такую записи синить нельзя вот и индексы уникальные то есть мы можем сказать что например название страны уникальны тогда он будет проверять еще уникальность то есть foreign key уникальность чеки constraint not now not now и насколько я помню что еще ну и триггера еще можно добавлять за сим по моему список заканчивается то есть это декоративная это ограничение которое которых мы хотим которые нужно соблюдать чтобы данные были целостными их объявляет человек особо д требует от нас их исполнения она не даст их нарушить если мы пытаемся обновить идентификатор то нам скажут нельзя при условии что есть ссылающиеся записи то есть никакой никак нам не дадут испортить данные так чтобы они нарушить foreign key так теперь если посмотреть вот схем у нас есть схема все в ней хорошо и все замечательно и приложение развивается как жить в этой ситуации вариант перехода от старой схемы к новой схеме называется миграция миграции могут существовать ну осуществляться разными путями если мы делаем разные версии базы поддерживаем по сути что мы хотим хотим чтобы можно было взять поставить новую версию приложения чтобы это новая версия приложения заработал без каких-либо вмешательств со стороны разработчиков базов чтобы не надо было что мы хотим обновить 1с к нам приходит человек и обновляет 1с специально обученный вот чтобы вот таких вещей избежать чтобы если мы хотим грубо говоря обновить какое-то приложение чтобы вот мы его разработали мы просто дали человеку дистрибутив он его поставил все у него новая версия вот вот эти вот переход со старой версии на новую называется миграция значит в чем проблема миграции проблема миграции сводится к одной простой вещи обычно люди хотят чтобы данные остались то есть вариант удалить все и начать с чистого листа зачастую не устраивает и того собственно самая одна из основных проблем при работе с базами это вот как раз поддержание перехода от старого к новому то есть если вы пишете например какой-нибудь алгоритм для того чтобы мобики бегали из пункта а в пункт б и вот у вас первая версия этого алгоритма мобики бегают по прямой стенка стоит он уперся в стенку и идет в нее значит вторая версия алгоритма он уже начинает уходить в препятствие вот вы сделали у вас новая версия вы взяли и сказали что ну хорошо мы старыми значит алгоритмы кидываем новый вставляем и в общем-то ничего страшного не произошло да возможно придется делать некую перебалансировку вот игровых правил но в целом все хорошо если же у вас меняются данные то вы должны жить с тем фактом что раньше было по-другому то есть выяснилось что нужно сохранять информацию о том когда заходил игрок в игру последний раз вы добавляете новый столбик пишите что там должна быть информация о том когда он заходит но у вас есть куча народа у которых информации нет ну потому что они заходили до того как это правило появилось вы хотите чтобы заменить одни предметы на другие вам нужно учитывать что состояние которое было раньше то есть нужно всегда знать о том что было раньше вот и чего хотелось бы при создании вот этих вот версий первое чтобы можно было любую базу обновить до последней самый свежий в идеале да вообще любой чтобы не было такой ситуации так мы хотим обновиться до версии 3.0 какая у нас сейчас версия ага 1.6 ну давайте поставим версию 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 и 3.0 вот чтобы вот этой вот ерундой не страдать потом нужно чтобы саму миграцию было писать просто чтобы тут как бы мы было гораздо как можно меньше мест где можно накосячить должна быть простая возможность создать с нуля базу нужна поддержка возможности работать с разными ветками в идеале нужна еще возможность отката то есть мы попытались обновиться а у нас не получилось и вот чтобы не бегать паниковать желательно иметь возможность отката чтобы это не было билет в один конец значит самый простой вариант который приходит на ум который очень многие люди пытаются продвигать выглядит следующим образом давайте мы возьмем и сгенерим базу на базе ну на основании того исходного кода который у нас есть это вполне рабочий подход и у него почти все хорошо кроме одной момента маленькая проблема у него если генерить автоматически то у нас есть старый код у нас есть новый код мы можем генерить переход из одного в другой это не проблема проблема в том что информация о том что поменялось и главное зачем поменялось у генератора нету то есть он знает он может и знает что поменялось но не знает зачем он не знает что нужно сделать вот если где-то данные удалились что с ними делать и поэтому генерация миграции на базе исходного кода несмотря на то что там удобно наблюдать изменения за этим делом удобно комментарии вписывать что легко база с нуля создается вообще идеально никакого ручного вмешательства все хорошо и прекрасно но есть одна проблема которая сводит все на нет это непонятно что делать с данными вот тем не менее у нас есть таблица в таблице есть допустим игроки все хорошо если у нас данные меняются только на добавление то есть допустим мы добавляем столбцы мы захотели хранить уровень игрока мы добавили столбик в уровень мы захотели хранить дату последнего входа мы добавили мы захотели хранить информацию о том когда он последний раз убил рейд баса условно говоря когда он последний раз ходил в рейд добавили этот столбик если мы только добавляем столбцы проблем нет никаких тогда этот подход становится близким к идеалу мы можем обновить любую версию причем нам не обязательно даже чтобы заранее знать что это за версия мы просто смотрим ага есть столбцы мы хотим эти столбцы их нет мы их просто добавим вот тогда генерация структуры и вот миграция просто на основании информации о том что мы хотим получить она получается идеальной то есть это удобно например если у вас есть база в которую сваливаются события произошедшие в мире то есть историческая база туда сваливаются события событий много они распихиваются по табличкам если у вас какие-то что-то что-то добавилось это идет добавление то есть да у вас ну вам не нужно заморачиваться вы добавили новое событие ну сразу же попадет попадает в базу отдельная таблица и у вас база данных и 500 таблиц и все хорошо есть куча столбцов которые не используются да и все с ними вот зато никакой не нужно заморачиваться на эту тему то есть вы только добавляете и все прекрасно старые данные не удаляете потому что что с ними делать в общем-то непонятно ну и раньше оно было таким вот в случае если вам нужно обеспечивать миграцию данных то есть именно изменение сути данных когда у вас была информация допустим ну к примеру предмет был раньше вот не что у него есть меч флажок а потом там появилось что у него есть либо меч один либо меч 22 то преобразование вот этого фложка в чиселку уже не сделать потому что мы знаем что мы видим что мы хотим чиселку здесь у нас есть здесь флажок а зачем а Зачем так зачем у нас поменялся флажок на чиселку мы этого не знаем то есть но в случае логира в случае если мы согласны только добавлять данные это бывает очень удобно есть метод инкрементальных изменений когда схема берется пишется ручками захотели добавить столбец пишем патч такой вот файлик отдельный сквейли который говорит что давайте мы берем и добавим там таблицу добавим столбец к таблице и так далее вот здесь вот в этой ситуации все пишется руками значит тем не менее это бывает достаточно удобно почему значит как она организуется во первых создается специальная служебная таблица которая в себе содержит информацию о том какие изменения в конечном итоге находится на базе позволяет хранить информацию о том а что там сейчас творится и далее идут изменения которые эту базу модифицируют начальные изменения это база которая вот собственно говоря база с нуля и потом какие-то изменения которые потом входят по ходу пьесы были добавлены там добавить столбец по добавить таблицу удалить столбец перенести данные из пункта а в пункт б и так далее при запуске приложения смотрится а что у нас сейчас установлено сейчас у нас установлена base line 1 3 и 4 ну и хорошо значит накатываем 2 вот этот файл 5 6 7 накатили эти изменения и получили базу которая в себе содержит все изменения да а изменения только относительно base line да или между относительно текущего состояния относительно base line изменения накатывать бессмысленно потому что после первого же изменения что с ними делать то есть если например между вторым и третьим я добавил тысячу столбцов а потом между третьим и четвертым я удаю тысячу столбцов то мне нужно оба эти действия проделать да ну как вы не ведутесь что они выливаем воду и повторяем по старому алгоритму вот вот допустим ну есть какая-нибудь игрушка не сходила например в нее месяц там вышло допустим пять обновлений ажи 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 значит тут надо понимать две вещи у вас есть игрушка так ну если игрушка оффлайновая не он если игрушка онлайновая то это зависит от того как сделана система именно установки патчей но ваш игровой прогресс он же не у вас хранится если это онлайн с каждой новой версией ваш игровой прогресс проходит через каждую вот такую мясорубочку то есть в играх не делают так чтобы ну если игрока нет то мы его не трогаем вообще то есть как только меняется структура она меняется для всех игроков если на сервере есть десять тысяч игроков будет десять тысяч игроков поменена если на сервере зарег formed 10 миллионов игроков ну придется поменять десять миллионов не важно что из них уже миллионов восемь давно не играет но это в лучшем случае вот да все информации уже обновлена возможно часть данных будет обновлена из серии того чтобы он не заходил поэтому их вытерли вот но это уже другое с точки зрения обновления базы обновляется именно серверная часть на игровом клиенте данных как таковых нет опять на игровом клиенте когда идет обновление если мы если база локальная то ну да в принципе и на игровом сервере тоже устанавливается и обновление на сервер самом сервере все скрипты базы будут выполняться получим все которых не хватает те которые есть ну то есть во первых проверяется что нету лишних скриптов то есть смотрим сначала у нас есть таблица с изменениями база да смотрим мы вообще все изменения которые на эту базу сверху нахлобучили знаем если там есть лишние изменения то это с высокой вероятностью кто-то пытается запустить старый сервер более свежей базы это в общем то обычно это ни к чему хорошему не приводит вот поэтому говорим что так делать нельзя выходим завершаем работу либо требуем какого-то принудительного флажка если действительно хотим запустить новый сервер на старый базе старый сервер на новой базе вот потом значит смотрим ага у него есть такой-то набор обновлений таких-то такие-то обновления мы хотим но их там нет мы их устанавливаем вот с точки зрения данных игровых то есть там меч щит картинки иконки игровая логика делать они не лежат в базе там применимы те же правила что действуют нам на уровне алгоритмов то есть нам важен только текущий момент нам не важно какие какие были игровые шмотки три версии назад мы не будем их модифицировать мы просто выкидываем и новые ставим то есть у игрока да если у игрока есть условно говоря меч-кладенец то мы не можем этот меч-кладенец просто из ресурсов выкинуть это значит что в новом сервере отдельно будет значит лежать этот меч-кладенец и он останется там на века пока значит никто не решит что давайте мы волевым решением его выпилим всем игрокам у которого есть этот меч найдем сделаем апдейт базы который найдет этих игроков и скажешь вот у тебя меч меч мы у тебя вынули тебе на тебе там столько-то монеток либо другой меч на замену в некоторых ситуациях обработка когда в базе лежит ресурс а ресурса нет в игре то есть его уже удалили обрабатывается на момент загрузки персонажа то есть мы загрузили смотрим что у него в сумке у него в сумке такие предметы но этих предметов мы не знаем мы их выкидываем и а компенсацию не дадим потому что мы не знаем что это предмет да да они остаются на века нет ручками тут два варианта либо писать код для инверсный код для отката либо не писать и не отказывать то есть фактически для того чтобы подходить надо написать еще одну миграцию да ну иногда делают волшебные языки ну волшебные схемы которые говорят что вот в этой миграции у нас значит добавляются добавляются такие то столбцы а предметы преобразуются по таким правилам и делают эти правила обратимыми тогда можно легко генерировать это в одну и в другую сторону но сама разработка вот этой системы она достаточно трудоемка то есть не факт что она вообще окупится к тому же как показывает практика есть какие-то типовые операции там из серии выдать компенсацию за шмотки замена одного квеста на другой квест вот которые выполняются массово то есть их часто запрашивают и как бы ты их уже пять раз сделал поэтому написал кратенький кусочек кода который позволяет это не писать каждый раз с нуля но основная масса изменений она ну происходит один раз и больше не повторяется то есть например есть игровой сервер и потом решили а давайте мы добавим возможность добавлять других персонажей в друзьяшки ну хорошо сделали это значит миграции у нас есть значит табличка с друзьями и так далее но второй раз на этом же проекте никто не скажет а давайте мы сделаем добавление в друзьяшки а может быть уже есть то есть это каждое обновление чем-то отличается от предыдущего они уникальны автоматический генератор миграции безусловно не получается почему не всегда все зависит от ситуации если у тебя сложная игровая логика то что чтобы скормить генераторов чтобы чтобы получить автоматическую генерацию тебе надо генератору формализовать свои копилки то есть должен сказать генератор генератор я хочу вот примерно вот это вот если ты это формализовать не можешь либо на формализацию этих значит формализация плюс сам генератор обходится дороже чем написать это один раз руками тогда смысл в этом в случае если например у тебя база которая хранит в себе события вот которые больше похожи на запись влог то есть убили моба такого то вот такие вот события игра отплевывает сотнями и тысячами и они добавляются в базу и добавляются вот по одному столбику значит на каждый атрибут этого события то тут генератор вполне допустим он смотрит каких полей не хватает каких таблиц не хватает и досоздает их вот то есть тут как бы все зависит конкретной ситуации есть весьма забавная ситуация с вот этим методом аккрементальных изменений когда в информацию о том какой версии база заносится не список патчей а номер последней версии то есть например у нас есть пятая версия и мы заносим список и вот по таблице значит изменений написано что у нас поле условная версия и там цифра 0050302 потом соответственно при загрузке смотрит какой у нас там 005020 а у нас сейчас седьмая значит нам нужно накатить шестую седьмой обычно правда там не имя в такой ситуации просто чиселка то есть версия 5 версия допустим 7 так делать не надо почему так делать не надо так не надо делать по одной простой вещи когда у вас продукт развивается часто есть ветка для разработки в которой разрабатывается фичи и часто и часто есть ветка которая стрибл которая стоит на продакшене и вот это вот когда если у вас база идентифицируется версия база одним одним числом то иногда возникает такая ситуация что вам нужно создать апдейт который должен попасть на ту ветку которая на продакшене и возникает такая неприятная особенность значит вот у вас есть девелопмент мы сделали апдейт версия первая версия вторая здесь отпочковались у вас стейбл стейбл вторая версия здесь сделали девелопмент третья четвертая и тут выясняется что четвертую версию вам надо на продакшен воткнуть и дальше в случае если у вас идентифицируется одним чиселком вы будете вынуждены делать такой кульбит сюда вставить четвертую здесь чтобы третью не пропустить она удаляется и ставится пятая вот если у вас веток две ну то есть на самом деле она сюда переносится по факту вот если у вас веток будет не одна а две тогда пиши пропало совладать потом с этим монстром будет невозможно поэтому надо записывать именно список самих чинжей то есть что конкретно поменялось вот и того подытожим плюсы быстро удобные миграции до последней версии простой механизм нумерации версий он хранится прямо в бд можем посмотреть что у нас там лежит и сказать вообще что это за версия из минусов ручками эти апдейты значит накатывать очень 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 нехорошо по причине того что ну легко накосячить ну и соответственно если в случае с отцами мы можем взять аннотации на базе них комментов понатыкать то тут комменты прописываются ручками иногда это выглядит очень страшно вот если хранить только версию то возникают процессы в случае возникают печальки в случае разработки над несколькими ветками так что у нас еще есть есть еще один безумный метод который тем не менее встречается суть его сводится к следующему метод импонентных изменений это когда пишется скрипт миграции таким образом чтобы он проверил а нужно ли установить это изменение если нужно то его установить например мы проверяем а есть ли у нас базе табличка с гордым именем my table и если таковой таблички нет тогда мы ее создаем в качестве плюсов этого метода можно привести только то что их достаточно легко вот такие вот обновления устанавливать без каких-то дополнительных инструментарий то есть не нужно писать дополнительных инструментарий мы берем искоренный файл запускаем скармливаем его с OBD и по итогу получаем базу данных последней версии на этом плюсы в общем-то и заканчиваются потому что как показывает опыт ну то есть соблазн сделать вот такую простую установку изменения он иногда велик а дальше начинается ад почему потому что во первых выяснить а что же у нас на базе чего нужно опереться на тему вот этих вот создать таблицу удалить то есть если у вас какая-то таблица была сначала создана потом удалена потом перемещена то иногда это бывает нетривиально а на базе чего принять решение нужно делать это действие или нет во вторых очень вот эти вот проверки ручные они крайне нетривиальны бывают и при этом там достаточно легко ошибиться то есть очень-очень много вручную написанного кода в котором очень просто ошибиться в общем по факту работать с этим становится невозможно достаточно быстро не делайте так вот и того значит просто устанавливаются данные все легко и просто и непринужденно взяли установили мы молодцы но крайне трудно во многих случаях определить а что вообще ну то есть на базе чего принимать решение там нужно устанавливать или нет и нужно потратить кучу сил чтобы написать изменения именно в таком стиле то есть с этим работать очень сложно так что-то как-то неожиданно у меня все закончилось